Наше американское, нью-йоркское представительство в Бруклине, это второе наше представительство здесь. Сегодня я уже посетил первое утро, он сейчас пришел сюда. Вот, у меня вопрос, связанный с визой Е2 и с письмом к ангельсмену. Об этом очень много люди говорят, но при этом никто глубоко не вникает. То есть говорят, что такое право у людей есть, но мало кто им пользуется. Вот, давай начнем со второго. Вот, у нас, кстати, Марина очень хорошо говорит на английском языке, да, то есть... Лучше, чем на русском. Да, лучше, чем на русском, она как бы вникала в эту ситуацию. Марина, расскажи, пожалуйста, что это такое и когда это можно применить для человека? Ну, здесь очень главное, чтобы были очень резкие причины. Человек, который посылал приглашение, если на него был отказ, но, опять же-таки, на приглашение были резкие причины. И несправедливо отказали, то он может написать письмо к ангельсмену. Ну, кроме письма, еще потом нужно дозвониться до них, чтобы они действительно что-то попытались сделать. И он может написать это письмо, то есть, чем помогаю я, я пишу письмо, объясняю ситуацию, посылаю правильному к ангельсмену. И конгрессмен может, у них есть такая возможность попытаться изменить решение. Они не будут это часто делать и по, опять-таки, без резких причин, потому что это две разные ветви власти. Вот, и консулы, и там, они не любят, когда к ним сильно лезут, опять же-таки, из другой... Я понял, из другой структуры. Из другой структуры. Вот, но, опять же-таки, если есть резкие причины и действительно хороший кейс, то это возможно. Я понял. И с этим помогаю я. Я знаю, ты проликал, да, ты закончила полтора года назад специальные курсы. Вот, и как раз вот с этим связанный вопрос, ты когда изучала эту ситуацию, но есть, когда вот действительно это срабатывало? Я очень много прочитала об этом. Есть люди, когда действительно реально пишут люди, что вот мне это помогло. Но, опять же-таки, у них очень хорошие истории, предыстории и хорошие причины. Да, есть это действительно реально. То есть, получается, что если человек подал на визу B1-B2, да, например, для того, чтобы поехать к родственникам, ему отказали, он получил отказ по 214-б, статье 214-б, законной миграции гражданства США, вот в этой зеленой бумажке, которую нам обычно дают в посольстве, там написано, да, что эту статью оспорить нельзя, вы можете подать заново. Вот, ну, все-таки, значит, существует возможность. Существует возможность, но, опять же-таки, это не поехать на свадьбу к другу, это должны быть очень резкие основания, да. Я понял. Ну, в принципе, пока... Чтобы сам конгрессмен заинтересовался, то есть, чтобы он, как говорится, не прослезился, прочитав ваше письмо, но близко к тому, и захотел помочь. Вот именно для этого нужно, чтобы рядом с нами, да, был человек, который на английском говорит лучше, чем на английском. А если есть действительно причины, и все, я смогу так передать на английском, с эмоциями, и все, что вы хотите высказать, в этом у меня абсолютно без проблем. Отлично. И вот второй вопрос по визе Е2. То есть, виза Е2 – это виза, которая предоставляется гражданам Киргизии, гражданам Белоруссии, гражданам Армении и Грузии. Это аналог визы Е5. То есть, только Е5 – это покупка бизнеса, там, от 500 тысяч долларов и выше. Здесь это может быть бизнес, да, то есть, и 50, и меньше даже, да. То есть, главное показать, что он будет ликвидным, доходным и так далее. Вот по этой ситуации. В этой ситуации я могу заполнить, помочь с заполнением всех форм, make sure, что все присутствует, что нужно послать в пакет, помочь собрать этот пакет. Но, опять же таки, мы обсуждали ранее, что должен быть контрольный пакет в бизнесе у человека. То есть, он должен действительно быть здесь, чтобы участвовать в бизнесе, принимать решения. Это не может быть просто, он сидит и не может что-то попали. Как основатель. Как основатель, да. Или если в случае, если у него неконтрольный пакет, то должно быть письмо от остальных партнеров, что этот человек будет принимать контрольные решения в этом бизнесе. Понятно. Вот тогда такой вопрос. Люди, которых мы направляем на визу Е2, мы обычно даем им газету русской рекламы, говорят, посмотрите там бизнес, они ищут, смотрят, там что-то не находят. Вот от скольки можно уже найти бизнес, который можно было бы использовать по визе Е2? То есть, за сколько вообще в принципе можно в США купить бизнес? Ну вот, я понимаю, вопрос сложный, я понимаю, но где-то же бед есть начало, есть же начало. Смотря какой бизнес. Смотря какой бизнес. Ну, допустим, я думаю, что для Е2 лучше покупать уже готовый бизнес, который, потому что одно из требований, что нужно показать, что бизнес будет доходным. То есть, если это новый бизнес, то нужен бизнес-план, нужно показать, как такие бизнесы идут в Америке, сколько человек будет зарабатывать. То есть, очень-очень много доказательств, которые, ну, косвенных, скажем. Этим занимается экономист. Да, этим занимается экономист. То есть, мы готовим бизнес-план, мы сможем сделать бизнес-план, допустим, под новый бизнес и показать ликвидность этого бизнеса, используя экономиста. Да, абсолютно. То есть, это возможно. Это абсолютно возможно. То есть, это не обязательно нужно быть готовый бизнес. Абсолютно нет. Это может быть новый бизнес, но, опять же таки, с бизнес-планом показать, что этот бизнес будет работать, что вы будете занимать роль менеджера в этом бизнесе, что вы действительно здесь нужны, чтобы его вести. И что бизнес будет прибыльным, вы будете платить налоги, для чего они вас здесь и хотят. Вот, то, конечно, это возможно. Понятно. Такой еще момент. Ну, я закрываю этот вопрос. А, вы спрашивали, сколько может стоить бизнес. Опять же таки, в зависимости, если бизнес уже готов с хорошим доходом, то и цена дороже. Ну, это понятно. Мне кажется, что лучше открывать бизнес новый. Я буквально за три дня погулял тут по Нью-Йорку, я увидел три направления, которые я бы, например, как... Если сможешь показать костное доказательство, что он будет работать, что он будет приносить деньги, абсолютно. Да. Ну, тогда с этим я закрываю. Тогда еще момент. В следующем видео мы поделимся информацией, связанной с Гуаном и Сайпаном. То есть, это острова, которые входят в состав Соединенных Штатов с ограниченными правами, но, тем не менее, это территория Соединенных Штатов. И там можно подавать на политику, на кейс на политубежище гражданам России, так как туда виза не нужна. Об этом мы расскажем в нашем следующем видео. Ну, в принципе, ну и все другие вопросы, которые будут возникать. Подписывайтесь на наш канал. Заходите на наш сайт isedfizvizem.com и в нашу группу Facebook. Привет из Нью-Йорка. Мария Абонар. Hi. Bye-bye. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok